Этап восстановления российской экономики завершён, заявил президент России Владимир Путин и добавил, что огромная страна, как бы не хотелось это признавать ребятам из Вашингтона или Брюсселя, выдержала санкционное давление. И, конечно, без сомнений, сейчас нам опять будут рассказывать про дорогой бензин, душесчипательные истории, обнищавшие россияне, которые машины без разбора скупают или недвижимость. Но, простите, эффекта должен быть бы как бы другим. Да-да, забавно сейчас выслушивать причитания про курс доллара по 100 от тех, кто сахар ещё год назад сметал по космическим ценам, не говоря о товарищах-релакантах, которые уже в массе своей вернулись и теперь, расслабившись, начали снова бороться с Путиным привычным методом в комментариях из дивана. Но есть как есть. И теперь Россия сталкивается с другими вызовами. Например, цемент выгребается у поставщиков подчистую, что действительно может вызвать рост цен на данный продукт. И это и правда неприятно, но с другой стороны, никого не смущает, что это результат бесконечных строек в стране, экономику которой в клочья порвал ещё сам Барак Обама. Плюс низкая безработица, это как? Опять же мы знаем, что с одной стороны, ряды армии постоянно пополняются, но с другой, там как бы и платят. И между прочим, в своё время и в начале 20 века, и в конце его, когда граждане либеральных взглядов армии уменьшали, это для России ничем хорошим никогда не заканчивалось. Так вот, в общем, парадокс. В том смысле, что хотели победить Москву, а прилетело Берлину. Там, например, теперь даже заводы Икея закрываются. Впрочем, ещё больше ужасных подробностей, как обычно, через пару секунд. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Влад Серов, я автор канала «Не конец истории». Из хороших новостей по рассказам друзей, даже ведущие популярной ток-шоу уже иногда так и говорят, это не конец истории. Из не очень хороших, после отмены монетизации на Ютубе в России, особенно когда недавно нам ещё и просмотры прикрутили, проект держится на честном слове и без вашей помощи, очевидно, никак. А между тем, несмотря на шутки за 200 наших самых постоянных зрителей, мне, чтобы вам было весело послушать несколько минут новостей, приходится их перебирать, находить то, о чём ещё можно говорить, команде собирать ролик, рисовать обложку и так далее. Казалось бы, простое занятие, но это только так кажется. Поэтому мы очень надеемся, ведь вас много, на вашу помощь. Номер карты и другие способы перевода вы найдёте в описании к этому ролику. Не бросайте нас, ведь это не конец истории. Итак, Кремль заблокировал примерно 18 миллиардов долларов прибыли из 20 миллиардов, которые в прошлом году заработали на российском рынке компании из недружественных стран. Об этом пишет издание The Financial Times. Согласитесь, очень интересно такой поворот образовался, причём более того, ладно, там потеряли огромные рынки и огромные деньги разные западные конторы. Теперь проблемы возникают внутри того самого прогрессивного человечества. Если мы вам уже рассказывали, что во Франции, Германии закрываются магазины косметики и в Роше, то вот ещё новиночка. А именно, через несколько недель фабрика на северо-востоке Саксонии по производству мебели будет закрыта. И это как бы очень серьёзно, ведь там до сих пор делали, наберите пожалуйста воздуха в грудь, 25 тысяч готовых предметов мебели в день. Это был ошеломительный завод шведской мебели группы IKEA в Германии. Но теперь всё, приехали, и завод планируется закрыть в декабре. Спустя более 30 лет, очевидно, впечатляющей работы. А всё почему? А правильно, древесина была дешёвой из России, дешёвый путинский газ позволял делать дешёвые химические материалы в Германии. Ну и плюс, в ЕС были деньги, а не инфляция, как сейчас. Так что выходит, как выходит, и хотели размотать Кремль. Но что-то пошло не по плану. Это точно не конец истории. Продолжение следует...